МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим сегодня о втором форуме волонтеров РЖД. Виталий и Ольга, здравствуйте. Вы участники форума. Какие впечатления у вас это событие оставило? Вообще очень интересное мероприятие. Очень продуктивное и позитивное. Огромный заряд энергии, пул знаний и компетенций. Оль, впервые принимаете участие в подобном? Это второй форум, но, по-моему, первый был в онлайне, да? Первый, наверное, это было то, что происходило в Зеленом Гае. Это был прошлый год. В нем я не принимала участие, а вот такой большой форум, да, это первый. Как впечатление? Впечатление. У меня была главная цель пообниматься с людьми, которых ты видел онлайн уже на протяжении почти двух лет. Это была вот самая большая цель – зарядиться именно позитивной энергией. Ну и вообще форум проходит в такой позитивный, добрый, как добровольцы любят ноте. Прям очень интересно. Как стало возможным, вот, Виталий, для вас, что вы стали, получили значок и вообще приняли участие в форуме? Что делали для этого? Я координатор волонтерского движения на полигоне Южно-Уральской железной дороги. Ну и лидер команды, которая занимается волонтерской деятельностью на полигоне. Ну, именно поэтому, я думаю, меня и нескольких еще моих коллег, тоже лидеров, региональных лидеров, как молодежной политики, так и волонтерского движения, наградили этим значком. Как вы считаете, Оля, вот 2020 год для волонтеров, он стал таким определяющим вообще вектор движения, что нужно сплачиваться, что нужно больше компетенции, навыков и умений делать? Однозначно. Это действительно год, который показал нам, насколько мы нужны друг другу. Не только мы нужны людям, но и волонтерам нужны друг другу. Без поддержки друг друга мы бы не смогли сработаться именно так, как это было в 2020 году. Для чего важно срабатываться с волонтерами? И как происходит работа ваша волонтерская? Ну, срабатывать, это поддержка, да, волонтер тоже имеет свойство выгорать. Мы все люди, и постоянно работать, работать на энтузиазме, это невозможно. Без поддержки соседа, даже соседней дороги, невозможно, как сказать, сработаться и получить положительный эффект нашей работы. А вот с соседями как вы общаетесь? То есть взаимодействуете, разрабатываете новый проект, идея? Как волонтеры магистралей? Мы очень плотно работаем с магистралью Свердловской. Несколько акций у нас было. Это была акция в рамках Воды России по уборке прибрежной полосы озера Оракуль. Это Уральский шахан. Мы туда выезжали. Мы с одной стороны, а не с другой. На середине границы мы как раз встретились на этом озере, прекрасно провели время, собрали целый камаз мусора, ну и повеселились. Следующая была тоже акция. Есть такой проект на нашей дороге. Друзья особо охраняемых объектов. В рамках этого проекта мы помогаем заповеднику Таганай. Лидеры этого проекта Наталья Трехлеб и Ксения Чугунова. Это работники нашей магистрали Южно-Уральской. Нам нужны были волонтеры. Мы приглашали свердловских коллег. Шли по тропе. Это тоже была уборка мусора. Это было подкормить и птиц тут же. Ну, то есть, такие вот экологическая тропа. Оля, какие акции проходят у вас? Что делаете вы? Я большая часть, как бы, непосредственно связана с экологией. Я занимаюсь больше экологическими акциями. Также участвую в уборке прибрежной территории непосредственно в своем регионе. Также у меня волонтеры этим же занимаются, моя команда. И я человек, который очень любит экологию. Мы собираем крышечки и отдаем ее на благотворительность фонду Котопес, который у нас находится в Казани. То есть, они закупают потом корм, лечат, уколы, ветеринар. Содержат животных. Да, да. То есть, как бы, мы отдаем крышечки, они при этом используют как благотворительность все это. С точки зрения организационного момента, любая акция, она задействует не только волонтеров, но еще какую-то технику, снаряжение. Ну, чтобы не казалось, что это вы пришли и там собрали какой-то мусор, его же надо вывезти. Как вот с точки зрения организации это выглядит, мероприятие? С точки зрения организации, это достаточно сложный процесс. То есть, тут есть два направления. Если это территория полигона железной дороги, то вроде бы все просто, мы на своей земле. И тогда есть определенные службы, которые занимаются утилизацией и их подключают просто-напросто. Если же мы работаем в рамках чужого проекта, но со своей командой, ну, допустим, «Вода России» — это акция Министерства экологии. Она и общероссийская, но на нашем полигоне это Министерство экологии. И они уже организовывают эти все вопросы. У нас была также акция, когда мы, экологическая акция, прибирали около стелла Европа-Азия. Вот, это было приурочено к дню кампании. Мы хотели показать этой акции, что мы соединяем как Европу, так и Азию. Мы так вот прибрались и в Европе, и в Азии одновременно. К 18-летию нашей кампании там было 18 волонтеров. Вот здесь, конечно, было сложно. И здесь нам пришлось включать взаимодействие через определенные службы Южно-Уральской железной дороги, чтобы они согласовывали с «Автодором», с «Утилизатором». Это был процесс такой непростой, конечно. Но вы это все прошли, все. Да. А где вообще берете идеи для акций? Как привлекаете еще не только там сотрудников РЖД, других, с других организаций? Как вот, чтобы вот этот процесс вагорания не был, а наоборот, идеи еще было больше? Ну, знаете, с идеями это просто вот, ты идешь по улице и думаешь, вот, каждый думает о своем, а ты тоже думаешь о своем. И ты видишь, что, ну, вот, есть какая-то вот, ты или хочешь отдохнуть куда-то съездить, да, но ты знаешь, что вот в этом месте, ну, условно, если мы тут говорили за мусор, там грязно. Ну, значит, нужно совместить приятное и полезное. Ты едешь туда, прибираешься. Надо объединить кого-то, да? Можно и объединить. Конечно, конечно. Мы ездили в Оленьи ручьи, это заповедник в Свердловской области, мы с Южноуральской железной дороги. Я позвал еще волонтеров с собой, волонтеров Русской Православной Церкви, у них тоже есть отдел по экологии, который занимается. И мы вместе с ними, большой командой, поехали в Оленьи ручьи, прибрали, там как раз был ураган, мы очищали технологическую тропу от упавших деревьев. На следующий день заповедник нам предоставил катамаран, мы на катамаране сплавились, 10 километров у нас был сплав, такой экологический сплав, по дороге мы собирали мусор, если там кто-то из туристов оставлял. Приплыли, нас заповедник встретил, забрал мусор, забрал катамаран, у нас еще была пешая прогулка 5 километров, уставшие, но довольные, мы вернулись домой, два дня и отдохнули, и помогли заповеднику. И примером выступили, как нужно вообще отдыхать на природе, убирая еще не только за собой, но и за другими. Оль, какие планы? Все-таки 2021-й он подходит к концу, тут итоги мы подводим, мы на втором форуме волонтеров, а вот 2023-й, есть ли какие-то особые планы? Ну, на следующий год, конечно, сейчас наши коллеги защищают проекты, которые, может быть, будут реализованы на сети ООО РЖД, но, наверное, часть проектов, даже мы уже сейчас взяли себе в идею и будем реализовывать, которые как раз-таки послушали, возможно, что все у нас получится и все... Занавес можно приоткрыть? Ну, во-первых, ну, я так как занимаюсь экологией, для меня проект эко-школы, эко-десант, которые разработаны проекты, мне кажется, это очень будет интересно сотрудникам ООО РЖД, студентам и школьникам, которые как раз-таки, мне кажется, заинтересуются и будут больше экологических привычек у себя вырабатывать. Ну что ж, ребята, спасибо вам большое за такой интересный разговор. Редактор субтитров А.Семкин